Всем привет! Сегодня мы будем разговаривать на тему отцов и детей. Для тех, кто не знает, у нас есть такая рубрика «Давай поговорим». И мы с моим младшим сыном Ильёй общаемся и познаём друг друга. И вот сегодня будет тема «Отцы и дети», то есть взаимоотношения родителей и детей. Илья выскажет свои претензии по отношению к нам взрослым, а я, может быть, свои. Ну, в общем, куда нас занесёт, я сама не знаю. Итак, Илья, в студию. Всем привет! Всем привет! Ну и вот сегодня в связи с тем, что мы все знаем, что такое Илья, да я туда в камеру. Да, то есть я здесь всем забыл. Все мы знаем, что взаимоотношения взрослых и детей всегда бывают сложные, ну, порой. Да, и я считаю, что полезно говорить и понять друг друга. Для чего мы говорим и общаемся? Чтобы понять друг друга, правильно? Да, и попытаться услышать, хотя бы здесь. Не будем обсуждать такие очень глубокие темы, но всё-таки я считаю, что надо высказать какие-то моменты, которые чаще всего волнуют взрослых, а чаще всего волнуют детей наших. Вот сегодня, допустим, я первое начну и выскажу свой вопрос, задам или как бы выскажу то, что мне не нравится в нашем поколении. Давай, я всё слушаю, да, всё в нашем поколении. А вот так как у меня уже два сына, да, и у обоих есть такая проблема. Вот вы, достигая определённого возраста, ну, допустим, 18-20 лет, вы начинаете считать себя очень взрослыми. Вы, ну, то есть, может, и я такая была, но я жила где-то там далеко, и взрослые меня не сильно допучали, и поэтому считала я, может, себя и считала, и никому не мешала. Вот, а вы считаете себя взрослыми, но на самом деле такими не приходитесь, понимаешь, у вас как бы проблемы все ещё остались, а ваш этот детский максимализм считает себя взрослыми, он мешает вам жить и нам взрослым. Потому что мы всё время пытаемся вас оградить от каких-нибудь ваших поступков, в которые вы всё время залазите, считая себя очень крутыми и взрослыми. Вот ты считаешь, ты со мной согласен или нет? Нет, я с тобой не согласен, но ты со мной не согласен, я согласен, ну, не полностью, может, в чём-то я и согласен, но поясню свою точку зрения. Ты говоришь то, что мы не взрослые, ты взрослая, то есть, достигая 18 лет, мы кричим, что мы взрослые, где я кричу? Да ты постоянно огрызаешься, ты меня не слушаешь, ты каждый раз пытаешься доказать... Ну, хватит выставлять, пожалуйста. Нет, ну ты же меня спрашиваешь, да, ты каждый раз пытаешься доказать, какой ты большой и взрослый. Я стараюсь доказать не какой большой и взрослый, я стараюсь тебе показать определённые моменты, которые ты, будучи уже большой и взрослый, считаешь каким-то, вот, как ты их называешь, максимализмом, юношеским, детским. Это речи не идёт там о максимализме, когда я тебе какую-то тему говорю, вообще, когда вот рассказываю тебе какую-то тему, да, мы обсуждаем её, что ты говоришь? Когда у тебя заканчиваются аргументы, ты просто говоришь, это максимализм детский. Какой детский максимализм? Ну, а что такое, ты считаешь, детский максимализм? Ну, это логично, ты с крайности в край. То есть, нету полутонов у человека, то есть, он сидит такой, ну, сегодня было хорошо, а завтра проснулся, вот у него там палец заболел, ну, всё, сегодня очень плохо. Правильно, вот вы, допустим, дружите с друзьями, да, или там со взрослыми где-нибудь там что-нибудь общаетесь, у вас или хорошо, или плохо, вы не понимаете, что бывает там какая-нибудь серединка наполовину. Мы, ты про кого мы? Ну, вы, это как молодёжь, и в твоём лице тоже. Понимаешь, вы даже вот в этой политике, которой вы всё время куда-то лезете на рожёны, пытаетесь доказать, что вы взрослые, ничего не понимая в политике. В политике, мам, ты... Раскидывая шашкой махать любителей, не понимая ничего в этой жизни. Я не политик, но я тебе скажу, по большинству людей, которые выходят, например, на митинги, ну, нормальные митинги, но если вот ты говоришь про митинги, размахивать шашки. Только не надо говорить, как там на Украине. Да ничего я не буду говорить вообще. Вот про вот это вот, мы отстаиваем, молодёжь отстаивает не какие-то там свои, то, что вот я взрослый, я могу вершить судьбы. Нет, молодёжь отстаивает зону комфорта. Если, то есть, если говорить о политике, то, дескать, ну, власть, например, ну, над нами играется налоги, платят, всё, вот очень интересно. Ну, надо платить налоги, надо жить по закону. Ну, они всё время повышаются, да, надо жить по закону. Но, например, когда ущемляются какие-то права, ну, это разве плохо, что человек просто берёт да выходит, ну, например, ущемляется его права. Вот, например, его реально права и ущемляется. И чё, ну, вышли вы, и чё, изменилось? Да, шумиху подняли. Ну, и чё, пошуметь? Пошумеем, как там вы кричите? На баттл. Ладно, не будем мы про политику, про всё. Просто я говорю про то, что вы горячие головы, которые ещё ничего в жизни не имея, не получая, понимаете, вы готовы, ну, вот как бы, это опять сейчас, если про политику, ничего не имея, вы как бы готовы разрушить мир, существующий, ради своих принципов, которые вы ещё и не поняли свои принципы. Но вам обязательно надо показать, что вы взрослый, а на самом деле вы ещё дети, поэтому сидите, учитесь и не вякайте. Хорошо, так это было жёстко, но это так, может быть, немножко полушутя. Как вам жёстко? Я просто вот слышу, что ты говоришь и думаю, что она сейчас мне говорит? Вот я же буду всё равно ссорить дуду-дуть. Дуде-дуть. Так, хорошо. Теперь, вот я как бы сказала, что меня, допустим, молодёжи, вот пока я тут сижу, да, в твоём лице и в том, что когда мне пишут, вот меня, допустим, это сильно раздражает, потому что у нас всё-таки опыт, у нас уже как бы есть что-то, своя точка зрения сложилась на основании своего личного опыта. Вот у вас этого нет, но вы как бы пытаетесь доказать, что вы правы. А вопрос, как ты тогда добилась своей взрослости, своей самостоятельной жизни, как ты всего это добилась? Ты что, просто сидела? Нет, ну почему? Я тоже шла, набивала шишки, как и вы. Ну, тогда немножко жизнь была поспокойнее, понимаешь? Вот тогда была жизнь... Жизнь, она была в мою молодость, то есть, я говорю, было всё поспокойнее, всё было не так. Если там не было таких крайностей, если я эту шишку набила, я встала и пошла, а у вас, ну как бы, сейчас жизнь немножко другая, она жёстче, она такая, то есть, вы можете такие шишки набить, которые потом тяжело исправить, но вы этого не понимаете. Тут уже идёт вопрос, ты боишься? Я боюсь. Не боишься, но я к чему сейчас... Да, раньше, вот как ты говоришь, в твою молодость всё было, правда, спокойнее, всё было. Ты говоришь, вот вы не самостоятельные и не взрослые, ну а что, для вас взрослость, то есть, вы взрослели во времена спокойные. Ну как спокойные, ну то есть, стабильные вполне. Да, то есть, понимаешь, моё время, то есть, вот опять, если сравнивать нашу молодёжь, может, вы сильно как бы под куполом и всё время, как многие, да, куда-то там вас берегут, никуда-то не пускают. Ну я, например, в свои 15 лет уехала со своего города, да, уехала жить в общагу и жила там, и там родители, телефонов сотовых не было, контроля не было. То есть, я могла себе вести, позволить, ну вот как воспитали, так и вела, да, многие там, кто-то загулял, кто-то бросил учёбу, кто-то там вообще непонятно чё. Ну то есть, каждый наступал на свои грабли и жил этим. То сейчас наше время почему-то так складывается, что настолько неспокойно, что страшно отпустить своего ребёнка в 15 лет куда-то. Тебя вот разве можно отпустить? Да. В 20 никуда ещё отпустить нельзя, будешь сядь дома на привязь. Что-то такое, мам, отпусти меня, пожалуйста. Нет, будешь наказать. Ну хотя бы в Москву отпусти меня. Ну в Москву ладно съездить. Ну вот, просто я вот говорю, что вы, ну то ли мир неспокоен, то ли мы такие над вами сидим, как над куполом, то ли вы такие несовершенные, что вас страшно отпустить. Я не знаю, в чём дело. Нет, ты просто не понимаешь, что сейчас происходит. Ну ты же не понимаешь, мам, ну признайся. Конечно, я не понимаю, но вы-то всё понимаете. Мы всё понимаем, мы всё понимаем. Так, ладно, я выскажу свою точку зрения, выскажу свою претензию к нам. Нет, ну ты можешь продолжить. Так, я про что хочу сказать. Ты сказал, вот ты там уехала в другую страну даже. Почему я уехала? Тогда была та же самая, в Белоруссии. Ну, в Белоруссии я была, за три месяца я жила в Белоруссии. Я учился в Москве вообще-то, чтобы ты знал. Я на практике жила в Белоруссии на три месяца всего. А, ты была на практике? Ну ладно, короче. Мне было 18 лет, и я жила в Белоруссии три месяца. Поэтому, Белоруссия, я тебя люблю. Ну ладно, не в этом дело. Короче, ты сказал, что ты взяла, да уехала в общагу, жила в общаге. Да, с 15 лет. Блин, ты на меня смотришь. Я не учился в тех местах, где мне нужно было общежитие. Ты смотри поглобальнее. Вот почему ты говоришь только про меня, а ты говоришь про всю молодежь. И меня лицетворяешься молодежью. Много-много людей, которые берут, едут за образованием, например. Из какой-то могут глушь, ну там у них глушь, они поехали в Москву, в город, живут там в общаге. Все хорошо. Ты говоришь за всех. Нет, ну я просто говорю, что мир изменился. Я просто привела пример, что раньше спокойно можно было отпустить. Сейчас вас не отпускают по той причине, что неспокойно в жизни. Это ты не отпускаешь. Что у вас всё время, не только я, вообще всех вас оберегают. А вы можете за собой поухаживать? Что вы умеете-то вообще в жизни, кроме как понтыгнать? Нифига себе, я деньги зарабатываю. Ну это ты сейчас, потому что тут рядом с мамой. Можно и деньги позарабатывать, и ещё у мамы там это пострелять. Так, ладно. Ну хорошо, теперь расскажи, вот мы так не будем сильно, вот я рассказала то, что мне раздражает в вашем. Высказала свою точку зрения и рассказала почему. Теперь ты скажи, что тебе не нравится в нашем поколении, в лице меня? Мне не нравится в вашем поколении то, что вы всегда пытаетесь научить детей. Поначалу детей учить надо, потому что учить детей надо, когда они маленькие. Потом. Вот это всё про то же. Так, потом вы берёте, ну и докучаете некоторыми вопросами. Вы не жили, ну вы жили в это время, но не были детьми в то время, когда всё это происходило. Вы уже взрослые, вы уже были адаптированы к данным ситуациям. Мы дети, по сути, вот, до тысячелетия, например, нулевых, всё вот это вот. Мы же росли в других ситуациях, и мы прекрасно будем знать в будущем, прекрасно будем жить, знать, что нам надо. Вот помнишь когда-нибудь, когда ты была ребёнком, когда ты была, вот тебе было, ну ладно, 20 лет. Тебе было 15 лет, да, всё вот это вот, тебе говорила всегда мама, бабушка, говорили тебе всегда. Эх, вы, вы ничего не понимаете, вот вас там отпустить нельзя, вот тебе говорили такое. Нет, меня выгоняли в Москву силы, а я не хотела. Значит, ты просто никому дома не нужна была. Видимо, да. Поэтому я стала самостоятельной. Ну, блин, вы... У меня родилось два таких замечательных, один... Таких не самостоятельных ребёнка. Да, не самостоятельных ребёнка. Нет, ладно, ну и чё ты? Ну, про что я хочу сказать? Что тебя бесит в матери? Ну, всегда будет разлад поколений. Всегда одно поколение не будет понимать другое. Меня ничего не бесит. У тебя хорошая мама? У меня хорошая мама. Да? И у многих хорошие мамы. Хорошая мама. Ну, хорошо, приятно. В прошлом видео ты говорил, что мать у тебя плохая, она тебя плохо воспитывала. Ну, видишь, как всё меняется. Ну, то есть, как бы у нас с тобой нет разладов в поколениях. Вот в этих самых... Почему? Есть, конечно же. Ну, чё тебе... Ну, сейчас я не могу про них сказать. Ты у меня уже все вот шутками своими всё сбил. Я ничего не помню уже, что я должен сказать. Да? Ну, то есть, друзья мои, придётся повторить. Когда Илья вспомнит, мы сядем тут и выскажем друг другу много приятных и лестных слов. А вот... А, ну, что я хотел сказать. Хочу сказать вам. То, что да, всё равно, когда ты молод, когда слишком молод, меньше тебе 18-ти, там, так сильно, да, ты, конечно, готов. Ты идёшь и бьёшь там шишки обо всё, там... Ты всю жизнь бьёшь эти шишки. Ну, шишки, ну, я имею в виду вот такие уже с максимализмом. То есть, потом люди, ну, конечно, начинают различать полтона, но поначалу, да, дети берут и вот так вот ведут. Но, что самое забавное, когда я раньше был маленьким, я всегда думал, вот меня родители не понимают. Вот они вот такие сяки. Когда я повзрослел, я в некоторых аспектах понял тебя, что ты подразумевал, почему ты так поступал и почему. То есть, я понял. С возрастом, наверное, я точно так же... Если это будет вот так вот 40 лет там идти, я буду здесь сидеть, мой ребёнок будет здесь сидеть, я буду ему говорить... Когда у тебя появятся дети, ты сразу поймёшь много ещё, чего не понимал раньше. Так вот, понимаешь, вот правильно, ты понял, почему ты понял. Потому что ты стал взрослее, понятно стало, почему вот я так повела себя, а не по-другому. То есть, мы все родители желаем вам только добра. И у нас есть своя точка зрения, и мы её пытаемся, там, этот свой ум в вас вложить и уберечь от многих невзгод, от многих ваших ошибок, которые могут вообще испортить всю вашу жизнь. А вы нас не слушаете, не слушаете вы нас. А надо слушаться маму, папу и вообще старших братьев, сестёр и вообще. Слушайте нашего президента. Ну и много кого ещё. Мне нечего сказать. Опять ты сюда приплетаешь власть. Ну а что делать? Надо и про неё тоже иногда вспоминать. А мы живём в обществе, и это общество... Мы должны быть законопослушными гражданами. Понимаешь, я живу сейчас в таком обществе, где если я что-то плохое скажу про власть, нам прилетит штраф. Поэтому, да, власть это хорошо. Ну, у нас свободная страна, и можно высказать всё, что... Да, да, свободная страна, я полностью согласен, это самая лучшая страна в мире. Так, всё, а не посидеть. А что, у нас плохая страна? Нет, самая... Ну, я тебе и сейчас чего говорю? Самая лучшая страна. Ну, ладно, мы, в общем-то, короче... Моё предложение такое. Я прошу вас под этим видео не писать, что мы должны послушать в следующий раз. А вы скажите, вот... Мне любопытно всегда вашу точку зрения. Вы можете поднять какую-нибудь тему. Вы можете со мной не согласиться или с Ильёй на то, о чём мы сейчас поболтали. Конечно, это мизер, это ничего, о чём мы поговорили. То есть мы поговорили ни о чём. Ну, тема поднятая, и поэтому мне любопытно узнать вашу точку зрения, и, возможно, мы продолжим эту тему в следующий раз. Всем пока. Всем пока.